Здравствуйте, друзья! В эфире Татьяна Чиронова. В прошлом видео уроке я показала вам, как зарегистрироваться на сервисе rapida.ru для того, чтобы выводить свои деньги из аккаунта Google AdSense на удобный для вас сервис или платежную систему, или карту. Как я говорила в прошлом уроке, на Rapide очень много сервисов, электронных кошельков, можно даже платить кредит, госпошлины и так далее. Итак, мы сейчас с вами будем персонифицироваться на сервисе Rapida. Заходим в свой кошелек. Если вы сохраняли пароль в браузере, то после того, как вы наберете в браузере rapida.ru нажмете на электронный кошелек, перед вами откроется вот такая вот картина, где будет уже написан номер вашего телефона и забит пароль. Вам останется ввести только код с картинки, так называемый, в капчу, и нажать войти. После этого нажимаем на наш статус «Не персонифицирован» и читаем, как можно стать персонифицированным пользователем. Дальше прочитали, находим строчечку «Стать персонифицированным пользователем». Нажимаем на нее и смотрим, как мы можем это сделать. Мы можем это сделать в отделении банков, в котором осуществляется перевод через систему переводов «Анелик». Здесь есть список банков. Вы можете это посмотреть и сделать таким способом. Но мне удобнее было это сделать через почту России. И я нажала вот на эту ссылочку «Перевод через почту России». Опять же таки, платежные терминалы. Почему-то ссылочка не срабатывает. Видимо, они еще этот сервис не запустили. А вот как это сделать с почтовым переводом, написано ниже. Для начала мы должны создать квитанцию на почтовый перевод. Вот здесь показано, как заполнить правильно окошечки в этой квитанции. И какая в результате получится у вас квитанция. Ее надо будет распечатать, либо скинуть на флешку, пойти в сервис, который делает такие распечатки, и ее распечатать. Дальше. Для того, чтобы создать квитанцию, мы должны нажать на кнопочку «Пополнить». Найти пункт 4 почтовым переводом. Нажать «Подробнее». И нажимаем «Создать форму квитанции на почтовый перевод». Итак, заполнили все, как в нашем паспорте. В сумме платежа пишем 50. Рублей писать не нужно. Там, где написано «Кошелек», пишем номер телефона. Полный адрес. И вот здесь, кем выдан, обычно длинная строчечка, заполняем ее полностью. Потому что это тут окошечко просто маленькое, а строчка самодлинная. И жмем «Создать». У нас выплывает окошечко «Сохранить как». Выбираем нужную папочку, куда мы будем ее сохранять. Сохраняться квитанция будет в формате PDF. И нажимаем «Сохранить». У нас на рабочем столе образовался файлик. У вас будет он в той папочке, куда вы сохранили. Нажимаем «Открыть». С помощью выбираем адабиритор. Вы выбираете тот формат, в котором у нас открываются файлы PDF. Вот у нас создалась квитанция. Мы эту квитанцию распечатываем. Идем в свое почтовое отделение. Оплачиваем. После этого сканируем чек. И в паспорте все странички, на которых есть какие-то записи. Все это сохраняем на флешку. После этого должно пройти где-то 4-5 дней, для того, чтобы деньги успели прийти на сервис Рапида. По истечении этих дней заходим в свой кошелек на Рапиде. И видим, что баланс у нас 50 рублей. Мы нажимаем на статус «Неперсонифицирован». Жмем опять «Стать персонифицированным пользователем». Нажимаем «При осуществлении перевода в отделение почты России». Спускаемся в самый низ. Копируем тут электронную почту, на которую нам надо отправить сканированные страницы. Заходим в свою почту, с которой мы регистрировались на Рапиде. И делаем вот такое вот письмо. Ставим естественный адрес. Пишем свой логин в системе. Это будет ваш номер телефона. Дальше пишем фамилию, имя, отчество. Просим сделать нас персонифицированными пользователями. И прилагаем отсканированные страницы паспорта и чек об оплате к письму. То есть нажимаем «Прикрепить файлы». Это я отправляю с почты Gmail, то есть Google почта, если быть проще. И все эти странички я прикрепляю. Замы «Открыть». После того, как все отсканированные страницы загрузились, я нажимаю «Отправить». Письмо отправлено. И теперь специалисты службы поддержки в течение 7-10 дней сверят паспортные данные, которые я писала вот в этой квитанции и отсканированные копии паспорта. И после этой процедуры мне обещают, что я буду являться персонифицированным пользователем. Ответ на отправленное вчера письмо пришел буквально на следующий день. Вот сегодня в 7 утра 25 минут мне прислали такое письмо. Клиент. Псонификация. Обновление информации в личном кабинете происходит в течение 2-3 рабочих дней. Благодарим за предоставленные данные. С уважением. Платежная система Рапида. После этого я из любопытства зашла в свой кошелек на Рапиде и увидела, что мой статус уже персонифицирован. То есть персонификация проходила буквально один день. Я вам рассказала, как персонифицироваться на сервисе Рапида через почтовое отделение. Сейчас добавился еще один способ. Это также через почтовое отделение, но нужно послать телеграмму. Текст телеграммы я выложу на свой блог. Статье «Как вывести деньги из сервиса Google AdSense». Но эта телеграмма обязательно должна быть заверена работникам почты. Честно говоря, способ с подтверждением путем отправки телеграммы я не использовала. Никто из моих знакомых тоже этим способом не пользовался. Поэтому про него я сказать ничего не могу. Я рассказала вам, как персонифицировалась на сервисе Рапида онлайн я сама. А вы сами выбирайте, как предпочтительнее персонифицироваться будет для вас. На этом я видео урок заканчиваю. В следующем видео уроке я покажу вам, как сделать шаблоны для вывода денег в определенную платежную систему. Вот у меня здесь есть два шаблона. У вас будет точно такие же списки шаблонов. Как это сделать, вы узнаете в следующем видео уроке. Если вы хотите посмотреть видео урок, как зарегистрироваться на сервисе Рапида, то кликните на окошечко, которое появилось сейчас в середине экрана. И вы сможете посмотреть тот видео урок. Если вам понравилось видео, то кликните по кнопочке «Нравится». Если не хотите пропустить подобные видео уроки, то подпишитесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго и больших доходов на Google AdSense.